МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вместе сможем все!" Под таким девизом проходят чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс. Кулинарное дело, ландшафтный дизайн, промышленная робототехника. Участники соревнуются по разным направлениям. Тренируются они на базе Сузов-Чубаши. Например, здесь, в Ачбоксарском экономико-технологическом колледже, занимаются участники компетенции швея. Об этом направлении движения и в общем мы поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». во всех русских народных сказках главные героини-рукодельницы. Они могут шить все, что угодно. Добрые, скромные и с золотыми руками в конце сказки именно они получают все. Не хуже сказочных мастериц эти девушки. Все они участницы регионального этапа чемпионата Обилимпикс. Но самая лучшая из них – Олеся Узикова. Именно она представляла Чувашию в компетенции швея на пятом национальном чемпионате Обилимпикс в Москве. Кстати, там девушка взяла серебро. Я решила принять участие в чемпионате, чтобы показать свои достижения. Сейчас Олеся учится на втором курсе, профессию свою любит, шьет не только в колледже, но и дома, и даже на заказ. Я сшила маме халат, и она хотела, и ей очень понравилось. Мне нравится шить. Все, все – платье, блузки, брюки. Я это ношу. Заданием чемпионата было сшить сумку на подкладке. Но не так, как готовились участницы, а с внесением в модель пяти существенных изменений. Появились лапки, кожаная ткань для ручек и так называемая улитка. На чемпионате ей, наверное, было сложно. Я даже по ее лицу видела, что было непросто. Но что еще хочу сказать. У нее упорство есть, у нее есть стремление к победе. Она достойна. К чемпионату Олеся с педагогом готовились почти месяц. Оттачивали мастерство, пробовали шить разные модели. Подготовка, конечно же, требуется. Это подготовка и кадров. В ней маловажной роли играет именно подготовка инфраструктуры. То есть это оборудование. Дети особенные, с особенностями развития. Поэтому именно психологическая подготовка очень важна. Они могут теряться. К сожалению, у нас не раз бывало, что да, они профессионально готовы, но морально-психологически, к сожалению, терялись и результат необходимого не занимали. Чувашская республика в этом году участвовала в 13 компетенциях. Ландшафтный дизайн еще одно не менее красивое и сложное направление. Наша республика только в этом году заявилась в эту компетенцию. В Чувашии участники ландшафтного дизайна тренируются на базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума. Здесь же проходил и региональный этап чемпионата. Лучшей в нем стала Татьяна Семенова. Я решила принять участие в конкурсе, потому что мне было очень интересно, любопытно и решила попробовать. Но самое сложное было делать дорожки. Там было нужно силы. А самое легкое было содержать цветы. Ну, я не ожидала, конечно, что я получила первое место, но я старалась. Я почувствую, что я там как типа самая лучшая. Самая сильная. По правилам Обилимпикс именно Таня должна была представлять Чувашию на пятом национальном чемпионате. Но не сложилось. И защищать честь республики отправился серебряный призер регионального этапа Андрей Федотов. Задание у нас состояло из пяти модулей. Укладка геотекстиля, посадка цветов. И в конечном итоге, после посадки, они должны были задекорировать этот участок. Давалось у нас три часа. Из 16 участников он у нас занял 11 место. Я думаю, что нужен Обилимпикс, чтобы они как-то поверили в себя, что у них есть силы, знания все-таки. Попробовать свои силы в чемпионате желают многие студенты профессии садовник. Например, Ирина Иванова занимается любимым делом по 4 часа в день 3 раза в неделю. Но пока не стала лучшей, хотя это нисколько не остудило ее пыл. Бывало, что уставала, но чтобы идти к своей цели, надо стараться. Мне лошадный дизайн дал многое, чтобы понять, что надо идти к своей цели. Эти ребята твердо уверены принять участие в Обилимпикс в следующем году и не собираются возвращаться без призовых мест. Помочь, казалось бы, даже в безнадежном случае могут участники компетенции ремонт обуви. Заменить каблук, прошить подошву, перетянуть кожу. Несмотря на возраст, эти ребята уже умеют многое. Полезное занятие? Полезное. А с чем полезное? Ну, у кого-то плодами шьешь, у кого-то, ну, чистить надо. Когда шьешь, можешь деньги зарабатывать. Ремонт обуви – одна из самых актуальных компетенций. У нас у всех портится обувь, и первым делом мы несем ее в ремонт. Поэтому профессионалам своего дела всегда найдется работа. Компетенция «Ремонт обуви» в категории «Школьники» появилась всего год назад. Задания здесь непростые. Установить бант на обувь и заменить стельки. Главное – внимательность. Потому что они эту работу знают. Они конкретно… Если не внимательны, не получится. Потому что первую работу сделал бант. Бант вроде бы тяжелый. Он его очень красиво делал, вроде хорошо сделал. А на второй работе расслабился. Речь идет о участнике из Чувашии. Владимир Арсентьев впервые решил принять участие в чемпионате Обилимпикс. В этом году у него не получилось попасть в число финалистов. Участвовать в чемпионате мне очень понравилось. Соперников было много. Все они работали хорошо. Но я все равно доволен своим результатом. Я участвовал в конкурсе для того, чтобы набрать опыта, познакомиться с новыми друзьями. Я хочу занять первое место. Мне нравится ремонт Обилимпикс тем, что я делаю хорошие люди. Здесь же на базе Калининской школы-интерната тренируются и участники компетенции резьба по дереву. С утра до вечера в мастерской ребята оттачивают свои навыки. Вырезают подносы, табуретки, шкатулки. Пока думают только о качестве, а не о быстроте изготовления. Но на чемпионате будут учитываться оба критерия. Хочу участвовать на следующий год. Я сильно стараюсь. И хочу, чтобы все было аккуратно и красиво. Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью. Адаптация заключается в увеличении времени выполнения. Например, на изготовление деревянного панно дается 4 часа. И здесь важна каждая мелочь. Чуть черкнешь резцом мимо, и работа испорчена. Сам конкурс, он подтягивает внимательность. Мурманск, Нижний Новгород, Иваново. В компетенции принимали участие 10 резчиков. Чуваши в категории школьники представлял Коля Иванов. В итоге именно он принес республике бронзовую медаль. Свою работу Коля закончил на 17 минут раньше. Работает доволен, теперь хочет принять участие уже в другой компетенции. Столярное дело. Я хочу освоить сразу 5 профессий. Сварщик, столер, электрик и еще кладчик плит. На пролине хочу особенно работать по столярному и по резьбе, если получится. В этом деле мне нравится, что ты как художник свою работу делаешь как надо. Обогнал Колю в резьбе по дереву, но в категории студенты ученик Чебоксарского экономико-технологического колледжа Радик Мухамедзианов. Он стал лучшим резчиком России. Эмоции. Было интересно. Вырезали с другими людьми. Проверить себя. Проявил. Эмоции очень хорошие. Впечатление резко, так было неожиданно. Я прям сиял. Инклюзивное профессиональное образование выходит в республике на новый уровень. В 67% образовательных организаций обеспечена полная интеграция детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Создан специальный ресурсный центр. На его развитие на 2020-2022 годы выделено более 15 миллионов рублей. Две золотые и столько же серебряных и одна бронзовая медали в копилке сборной Чувашии лишнее тому подтверждение. В начале декабря чемпионы России отправятся на тренировочные сборы для участия в международных состязаниях. В них примут участие 12 стран, в числе сборной России и Чувашия. Республику представит Радик Мухамедзянов, компетенции и резьба по дереву. А у всех остальных участников есть возможность проявить себя в следующем году. Региональные чемпионаты начнутся уже весной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова